У меня в эфире есть великолепный гость Дмитрий Гудков. Вы его все очень хорошо знаете в нашей студии. Утро февраля. Российский оппозиционный политик и общественный деятель. Здравствуйте, Дмитрий. Да, приветствую. 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 Слушайте, а что там у нас на России, матушке, за вирус пошел, так сказать, царское происхождение? Мало того, что Владимир Владимирович заявил империю, Володин заявил, что надо пользоваться царским образованием. Если вот не слыхали... И, честно говоря, я так особо уже пристально не слежу за тем, как там развивается мысль в главном бункере страны или в других бункерах страны. Потому что там этой мысли никакой нет. Это такой парад, парад, не знаю, лоялистов, как выслужиться перед царем. Вот, видимо, они все прекрасно понимают, что у Путина давно уже не все в порядке. Ментально. Вот, поэтому они пытаются максимально подыгрывать. Сегодня же еще другой, вот то, что я прочитал, это Костин, банк ВТБ, который написал про холодную войну 2.0. Не читали, нет? Нет. Что-что я пропустила? Да, все обсуждают как раз статью Костина, который написал, что все, глобализация закончилась. Можно быть в системе, так сказать, международных финансов, а кому нельзя быть, что вот России дали красную карточку, а Китаю пока желтую. Ну, в общем, короче, такие стенания банкира, которого отрезали от международной финансовой системы. Вот, и меня, честно говоря, удивляет, какие они выводы все делают. То есть, мало того, что они взяли и начали войну, ну, по сути, конечно, не в центре Европы, но в Европе, убивают детей, убивают беременных женщин, стирают с лица земли города, и вот, оказывается, им красную карточку дали. А может, им зеленую нужно было дать карточку? Я вот, честно говоря, не понимаю их. Они даже вообще в Гаге оказаться, да, под трибуналом, и они еще рассуждают о том, что глобализация конец. Нет, это конец им в этом процессе глобализации. Там их больше не ждут, потому что они варвары, потому что они военные преступники. Вот, но это у меня удивляет, конечно, это статьи. То есть, это вот, даже непонятно, для кого они пишут, да, кому, кому, кому обращается Костя. Вот, просто, я не могу понять уже. Мне кажется, что все потихонечку деградируют и сходят с ума. Я имею в виду, кто, вот он вирус, да, вирус какого-то такого империалистического такого помешательства, которым больны сейчас все, кто, видимо, попал, я не знаю там, как это, в бункере передается, но, видимо, как-то передается этот вирус. Вчера очень, вообще, бесконечно интересно про это говорил у нас Михаил Шейтельман. Он называет это эффект летучей мыши, да, то есть, вот был у нас эффект бабочки по Брэдбери, да, в свое время. Так вот, это про другое. Это когда сначала появляется информация, а потом происходит то, о чем эта информация была. То есть, по факту, я понимаю, почему стена не сегодня, потому что в очередной раз там банки поотключали от свифта, кто-то подготовиться успел, кто-то нет, кто-то попал в обойму, кто-то в обойму не попал, да, для кого-то это проблема, для кого-то не проблема. Вот, видимо, стенают не попавшие в обойму, потому что и тогда кто? Они же не могут говорить, что это Путин плохой, это он негодяй все это сделал, и поэтому Россия будет отрезана от цивилизованного мира. Нет, они будут говорить, что цивилизованный мир плохой. Но это вот кривое зеркало путинизма, виси реальность, это же об этом. То есть, я к тому, что это все-таки не мы сходим с ума, у меня есть подозрения. Это там, даже для самих себя людям, наверное, надо как-то что-то объяснять. Пример Тинькоффа. Я не думаю, что они объясняют себе. Ну, на самом деле, я бы с Тинькоффом даже не сравнивал. Это разные кейсы абсолютно, да. Тинькофф, с которым я лично не знаком, создал один из лучших банков. Не только в России, а чуть ли не в мире, да, это лучший финанс-финтек. Это так, да. Да, он, поверьте, удобный, просто с отличным сервисом. Я такого вообще еще пока нигде не встречал в мире. Ну, было это все, да, было до войны. У меня была карточка, Тинькофф, банка, поэтому я знаю. Да, Тинькофф, кумир многих, кумир молодежи, который интересуется бизнесом, занимается бизнесом. Тинькофф, ну, да, да, он поддерживал когда-то там Путина, говорил, что нам нужно монархию возрождать. Ну, он такой, он любит стебаться всегда, да, он эпатажный человек. Даже, ну, в общем-то, когда он это говорил, я к этому и относился несерьезно, как к эпатажу. А вот сейчас он заговорил серьезно, да, он выступил против войны. Ну, вот, плюс я знаю его все эти проблемы со здоровьем там и прочее. Ну, как бы, я считаю, что он абсолютно искренне говорит сейчас. Но он попал под санкции там. Вот, человек, который с нуля бизнес создавал, не пользовался никакими там преференциями и прочее. А Костин, ну, это просто товарищ, назначенный Путиным на главный госбанк страны. То есть там, да, ничего хорошего, ничего нового там в этом банке не появилось такого, чтобы там страна могла гордиться. Банк зарабатывал на государственных деньгах, вот, ну, в основном. Поэтому, ну, это абсолютно разные кейсы. Как там, вы говорите, эффект какой-то мыши, да, ну, здесь скорее крысы, наверное, эффект. Потому что у нас самая была популярная, как бы, самая популярная мем болотной площади, да, хватит раскачивать лодку, нашу крысу тошнит. Это вот Дмитрий Быков выходил на болотную. Вот, поэтому это эффект, вот, видимо, сошедшая с ума крысы, да, которая вот развязала самый настоящий фашизм, самую настоящую войну. И я надеюсь, что когда-нибудь за это все-таки ответят и Путин, и все эти военные преступники. Но я не понимаю, кому они объясняют. Они, наверное, сейчас выслуживаются перед Путиным. Вот с этим, как бы, тезисом я готов согласиться, но вряд ли они себе что-то объясняют. Потому что настроение в бизнес-среде, настроение даже в ближайшем путинском окружении, на самом деле, ну, такие, они, по сути, панические. Потому что все прекрасно понимают, что та роскошная западная жизнь, к которой они стремились, для них закончилась. А жить в России, там, где кадыров, чечен, ну, не чеченцы, вернее, а кадыровцы, их правильно называть кадыровцы. Потому что среди чеченцев много нормальных, замечательных людей. Кадыровцы, эшники, фсбшники, судьи, которые тебя могут выписать 20 лет тюрьмы ни за что. Вот там, вот в этих условиях они будут жить. Вот, где нет никаких законов, где все работает, там, по правилам такого политического джунгли, да, если, там, ты слабее, значит, тебя съедят рано или поздно. Вот, в каком они настроении находятся. Плюс, все же знают из истории, что случилось с делегатами съезда победителей 34-го, кажется, года. Все, практически все члены президиума Центрального Совета были репрессированы. Там, процент какой-то 84 или 85. И больше половины членов Центрального Совета были репрессированы. Вот и все. И то же самое ждет даже самый ближайший крок, потому что Путин параноик, он будет проводить кадровые чистки, он будет всех подозревать. При этом они друг против друга уже воюют, да, кто быстрее до тела добежит, тот, может, погибнет последним, да, а все остальные будут, так сказать, погибать раньше. Потому что, судя по тем заявлениям Кириенко, Шойгу, Патрушева, Медведева, они такое ощущение, что все уже начинают бороться за свое место в будущем транзите. Уж непонятно, какой будет транзит от Путина к Путину, от Путина президента к Путину, там, в другой какой-то позиции. Но совершенно очевидно, да, кто-то может не дожить или политически не выжить в этих условиях. Они уже начали борьбу. Обратите внимание, в какого ястреба Медведев превратился, да. Вот буквально недавно была статья в «Известиях» Кириенко, которую сняли. Он теперь говорит, что это не его статья, но она написана в таком, как бы, в стилистике преемника. «Я решил, я сделаю», да, ну, вот, как бы, вот, такой политический язык может себе позволить Путин, да, или назначенный им преемник. Вот. Вот, а они уже начинают, как бы, такую борьбу. Патрушев говорит о том, что он сделает в ближайшем будущем от Украины, будут требовать репараций. Ну, то есть, это вот уже идет борьба за место под солнцем в будущем. Это значит, что они все чувствуют, что может быть большая кадровая чистка. Ну, у меня, например, исходя из этих вот кистребинных всех заявлений, начиная от Медведева, Патрушева, Кириенко и всего того, что он там написал, вот иногда так, кто ты, это такое ощущение, что они пришли на смотрины перед сектой черных полковников, которая, я так понимаю, у вас в России есть, и которая и будет выбирать между сумасшедшим Путиным, который ведет всех просто в бездну, ну, и кем-то более или менее вменяемым. Ну, надо же послушать политические программы. А как их послушаешь, если за каждым по два сотрудника спецслужб ходят непрерывно? Ну, вот только таким, наверное, публичным методом. Ну, все, на самом деле, несколько сложнее, да. Секта там черных полковников или генералов, ну, конечно, такая секта, безусловно, существует. Но и даже сами генералы, многие генералы не понимают, как сложится ситуация. А в любом тоталитарном и даже авторитарном режимах силовики обучены тому, что проявлять инициативу опасно. Потому что силовик, который инициативный силовик, он тебя в любой момент может сдать. Поэтому, как правило, всегда лидеры государств, которые приходили к власти революционным путем, с опорой на каких-то силовиков, они от этих силовиков рано или поздно избавлялись, потому что инициативный силовик – это твоя вечная угроза. Да, рядом должны быть люди, которые умеют выполнять только команды. И на самом деле, есть, конечно, секты черных, ну, пусть будет полковников, неважно. Ну, условно. Ну, условно, да. Без инициативных только полковников, которые не факт, что смогут прийти и взять власть. Они будут думать, так, а вот что там решит Путин? А вот если Кириенко сделает такое смелое заявление, значит ли, что Путин сделал не уставку или не значит? Да, они все тоже там улавливают разные сигналы. Вот, а Медведев, понятно, хочет понравиться силовикам, потому что он всегда ассоциировался, ну, по крайней мере, когда он был президентом, с каким-то более либеральным курсом, да, такой, ну, президент, который любит смартфоны, который хочет модернизации, считает, что свобода лучше не свободы. Вот, понимание вот этой секты черных полковников – это слабак, который сдаст позиции Западу в любой момент. Вот, и он, как бы, первый кандидат на вылет, Медведев, в случае смены, да, Путина на кого-то другого. Я думаю, что и Медведев это чувствует и пытается выслужиться, пытается всем, до всех достучаться, мол, ребята, смотрите, я какой грозный, я свой. Ой, вот видите, как я прям вот ненавижу Запад, видите, как я ненавижу врагов. Вот я и за смертную кальт, и что там нужно еще сказать. Вот, посмотрите мои грозные твиты. Медведев просто это не идет, да, то есть это все все равно воспринимается неискренне и очень комично. Я думаю, что он своим для вот этих полковников и генералов точно не станет. Но они поржали над ним, я думаю. Ну, это все вообще, то, что поржали, сто процентов, но это все вообще напоминает массовый психоз. Вот там, да, когда люди когда-то, господи, давайте вспомним Лаврова, там, 15-летней давности, к примеру, да, или там той же. До Крыма, до аннексии Крыма, до всего. Они были очень убедительные. Давайте вспомним белорусских политиков каких-то, без Лукашенко я сейчас имею в виду. У нас был министр иностранных дел, Макей, которого сегодня иначе как лакеем не называют. Ну, который вполне себе производил впечатление вменяемого, адекватного человека. Вот. И чем больше сходит с ума вот этот центр принятия решений, такое ощущение, что это передается воздушно-капельным путем. То есть все окружение туда же побежало. Хорошо, если это именно подстройка для того, чтобы выжить в этой системе, для того, чтобы свое место под солнцем не отдать другому. Ну, и в случае, допустим, смерти царя, они становятся нормальными. Ну, окей, нормальными они никогда не станут, но, по крайней мере, более адекватными для того, чтобы что-то менялось. А если это необратимо? То есть это вообще обратимый процесс? Я думаю, не для всех. Мы видим, очень многие вообще ничего не говорят. Они, конечно, не могут сказать слово против войны, но они могут просто молчать. Да, чтобы сойти за умного. Просто молчи. Хотя бы молчи. Вот. И такие люди есть, конечно, в ближайшем окружении Путина, которые, в общем-то, активно войну не поддерживают. Они занимаются какой-то своей хозяйственной деятельностью, да. Вот. Они выжидают. Потому что, если ситуация меняется в сторону еще большей изоляции, да, если ситуация, даже в случае, там, смерти, ухода, отстранения Путина от власти, неважно, приходят силы еще более, так сказать, враждебные Западу, силы, которые еще больше заинтересованы в изоляции страны, ну, значит, лучше вообще сваливать, как Чубайс это сделал и все остальные. Да, все-таки он умный человек, да, в отличие от некоторых других. Как бы к нему не относились, но то, что он один из самых умных, это совершенно очевидно. И еще там Дворкович, который шахматист. Да, ну, как бы вот все должны смотреть на них. Да, люди, которые умеют считать на несколько ходов вперед. А если ситуация меняется в другую сторону, то как раз никому эти полковники и генералы нафиг не нужны будут. Они так же переметнутся на сторону, там, победителя. И если этим победителем окажется какой-нибудь даже пусть технократ, условно, там, Мишустин, Собянин, еще кто-то, то тогда, грубо говоря, твое молчание тебе в плюс. То есть, тактика молчания, она в любом случае лучше тактики вот этого злобного нашего Медведева, который, там, такое ощущение, что надел пиджак 75-го размера, да, и вот у него там ручки не видны, там, огромных размеров. Вот, смотрится комично, или он надел, там, не знаю, обувь на каблуках, чтобы казаться чуть выше. Вот, поэтому, вот те, кто молчит, конечно, наверное, в случае ухудшения ситуации, они не имеют никаких шансов, там, прийти к власти. Ну, а если ситуация как-то поменяется в другую сторону, то молчание, молчание золото, да, для них, так что, по крайней мере, они могут отскочить. И это будет смотреться достаточно в какой-то, при определенных условиях, естественно, да, потому что, ну, выйдет какой-нибудь, я не знаю, Мишустин скажет. Я был против, меня не слушали, я не мог сказать, потому что меня бы, там, условно, посадили бы. Вот, но я прекрасно понимаю, что эта война преступная, и мы сейчас будем делать все, чтобы менять, разворачивать страну в обратную сторону. Ну, предположим, да, это, на самом деле, и на Западе будет воспринято позитивно, если действительно этот разворот состоится. Дмитрий, хорошо, допустим, если приходит технократ, условно, к власти, да, после Путина, что у нас происходит с такими, как вы, да, с людьми, которые раньше еще, там, несколько лет назад были вынуждены уехать в эмиграцию, они смогут вернуться в Россию и продолжить политическую деятельность, политическую карьеру? Или это ничего не изменится? Все технократы разные, надо понимать, да, может быть и возможно, да, и это будет зависеть от того, насколько они будут настроены на перемену. То есть, грубо говоря, дело не во мне, да, смотрите, дело не во мне. Я сейчас вам поясню, да, технократ, не технократ, неважно. Если приходит какая-то политическая сила, которая хочет исправить ошибки, то это должно быть сопряжено, там, с выплатой репараций в Украине раз, да, как минимум, здесь уже невозможно по-другому, изменение, отказ от всех репрессивных законов, два, диалог с Западом, диалог с гражданским обществом и так далее. Вот, если, пусть даже поэтапно, не сразу, я прекрасно понимаю, что это, там, может занять какое-то время. Если этого не происходит, ну, значит, нафиг нам такой технократ, да, вот. Вот, а если вдруг ситуация меняется, то я уверен, что очень многие смогут приехать и восстанавливать страну. Потому что никакой технократ, никакой технократ с опытом работы с Путиным не будет вызывать доверие на Запад. Просто надо понимать. Совершенно очевидно, что те люди, которые имеют нормальные дипломатические контакты, такие как, там, у нас, у нашего антивоенного комитета, у разных политиков, там, и общественных деятелей, которые оказались за рубежом по тем или иным причинам. Вот, а без такой политической силы невозможно будет восстанавливать с Западом никаких отношений. Потому что, ну, никто не поверит, грубо говоря, Мишустин. То есть будут приветствовать его какие-то заявления, да, но все равно будут выжидать и смотреть, какие законы принимаются, какие реформы, на какие реформы он идет и так далее. То есть это достаточно сложный процесс. И я не уверен, что технократ без опоры на гражданское общество вообще справится с такими серьезными проблемами. Потому что экономика деградирует, да, санкции, они просто так не будут отменены. Да, и вообще, чтобы отменить санкции, это там нужно много работать, это займет года, да, это не месяц, это года, если не десятилетия после того, что Путин натворил. Дальше вопрос, а что это новая политическая сила сделает с военными преступниками? Их сдадут или не сдадут? Или их будут выгораживать? А если их будут выгораживать, то какие вообще могут быть доверительные отношения, да? Какое может быть доверие между, там, условно, западными элитами и технократами, выгораживающими военных преступников? Тоже никаких, никакого доверия не будет. Это сладкое слово, люстрация, которое многие понимают по-своему, и которое является одним из камней преткновения, что ли, да, перехода от одной власти к другой, потому что держатся силовики и силовой блок за предыдущую, боясь именно люстрации. Вот, а народ, к сожалению, не настроен прощать тех, если мы говорим о, там, каком-то великом прощении, или, к счастью, не знаю. Ну, мне сложно сказать, вот, как можно простить то, что российские войска творят в Украине. Я не понимаю, честно. Но, и это получается... Но боятся, боятся они же не только иллюстрации, да? Все-таки иллюстрация – это ограничение части прав по определенным признакам. А боятся они как раз наказания. Потому что иллюстрация – это значит, тебе нельзя просто заниматься политикой, нельзя работать там или там. А речь идет о том, что прокуроры, следователи, судьи, там, разные, там, генералы и прочие должны просто получить реальный, как бы, там, срок в тюрьме за то, что они делали. Вот они боятся этого. Не иллюстрации они даже боятся. Иллюстрация – это просто ограничение прав определенных, части прав, да, по определенному признаку. Иллюстрация – это не самое худшее, что может быть для генералов, которые вообще должны пойти и поменяться с Навальным, там, с Крамурузовым местами. По-хорошему. Ну, по-хорошему-то, да. Вот такой приговор выносили, вперед. Понятно же, что человек невиновен. Да, да. Конечно. А что там с Поклонской произошло? Что она такая ушла, так сказать, в небытие с инфополя? Ее кто покусал? Не следили за этой историей? Я, нет, я следил, я даже комментировал. А вот буквально недавно мне скинули сообщение, что чуть ли там не… Извините, я задел камеру. Чуть ли ее не советником, помощником, генпрокурора назначили. Я вот не понял, насколько эта информация соответствует действительности или нет. Она же высказалась против войны, да, и назвала. Так вот, ее назначили помощником, значит, советника, на должность советника генерального курора России. Советник, советник, да. Да, советника. Советника это такое, не сильно помощник, но тоже неплохо. Вот. Но и назвали это информационным монастырем, потому что она заявила о том, что она прекращает свою деятельность публичную в соцсетях. То есть ей просто, то ли это торги, ты заткнулась, но за твои прошлые заслуги, ладно, да, вот тебе какое-то место без большой ответственности, то ли что. Я думаю, что Поклонская, она была таким символом возвращения Крыма, как они говорили, в родной гавань, да. Такой символ аннексии. Вот, такой еще там, чуть ли не секс-символ аннексии, извините, да, если это как-то грубо прозвучало. Но очевидно, что сразу и дали место в Государственной Думе, у нее, наверное, появились какие-то покровители в российских структурах. Просто так от нее избавиться очень сложно, хотя ее выдавливали потихонечку, потому что поняли, что в отличие от других депутатов, она все-таки в других условиях воспитана была, да, где можно хотя бы был иногда рот открывать и говорить иногда то, что ты думаешь. Вот, а то, что она думала, очень часто шло в разрез с линией, генеральной линией Единой России. И вот, особенно когда она выступила против повышения пенсионного возраста, тут как бы ее использовав выбросили, да, сначала из Государственной Думы, а потом ее потихонечку, то и там посла предлагали, то еще что-то. Вот, просто так от нее избавиться невозможно, потому что она же символ. Ну, символ присоединения, там, аннексия Крыма, да, но для России она, для путинской России, она символ присоединения, там, вот ее постоянно показывали, она была достаточно популярна. И как-то сейчас они же не могут вот взять и этот символ просто выбросить, да, поэтому они потихонечку... Ну, слушайте, символ можно еще и случайно задеть грузовиком. Ну, нет, это уже перебор, да, потому что это сразу бы изменило настроение даже на поле боя, да, вот эти все перебежчики, которые сейчас пошли на контакт с путинским режимом, они бы точно прекратили все связи, потому что увидели, что бывает с теми, кто перебегает. На самом деле, хочу для тех, кто нас смотрит, сказать, что в Кремле с пренебрежением относятся к перебежчикам. Вот, например, есть такие персонажи, как Антон Красовский, да, и многие другие, которые когда-то были, ну, по крайней мере, входили в какой-то либеральный круг, да, в круг либеральных журналистов и прочее-прочее. Вот, когда эти люди переметнулись за деньги сначала, то, да, им, как бы, деньги продолжают платить, но никакого уважения, да, к ним не испытывают в Кремле. Их презирают, к ним относятся как к шестеркам продажных, вот, и именно поэтому Красовский такой злобный стал, потому что он потерял уважение своих близких знакомых, кто когда-то с ним общался, да, или, там, единомышленники. Вот, но при этом, кроме денег, он ничего не получил, получил презрение, и вот он поэтому продолжает делать злобные ролики, обрушиваясь на всех, а на самом деле он просто собой недоволен, потому что, как бы, за деньги уважения ты не купишь, ни за какие деньги. Вот, то же самое, то же самое и со всеми перебежчиками. Вот, все, кто думает, что он получит, так сказать, заботу Кремля, нет, но он получит какие-то деньги на первом этапе, а потом всех, как я уже говорил, как презерватива, да, всех использовать и потом выбрать. Есть такое хорошее слово, я его на пресс-конференции, так сказать, запомнила, когда мы говорили о предателях, которые предали Украину во время аннексии Крыма, которые, да, не то, что не стреляли, но еще и высший командный состав, который говорил сдать оружие своим подчиненным. Их называют в России интегралами, то есть это те, кто интегрировались, и вот их, да, у них везде в личных делах написано склонен к предательству, и никакого уважения у них нет. Да, они очень многие сохранили за собой все свои теплые места, кто-то даже поднялся, вот, но при всем при этом это такая вот история про неуважение. Хотя, честно говоря, люди, которые на такое способны, я думаю, что не сильно заботятся о своем имидже, за редким исключением. То есть они же это делают ради чего? Ну, они это делают, понятно, не ради имиджа, но они делают ради каких-то там подачек, да, ради какого-то карьерного роста, вот, ради того, чтобы встроиться в какую-то команду победителей, как они считают. Не, ни в какой команду их не возьмут. Они будут, они будут шестерками, всегда, которых, в принципе, которых будут презирать, даже улыбаясь иногда, да, потому что мы знаем прекрасно, как даже сам Путин лично относится к людям, которые мы предали. Есть враги, да, а есть предатели, вот предатели хуже врагов. Спасибо большое, Дмитрий. Очень рада, как всегда, видеть вас на утре февраля. Я желаю вам и нам, и вообще нам всем, чтобы этот кошмар побыстрее закончился. К власти приходили те люди, которые думают не только о своем кармане и о том, как ее сохранить. Продолжение следует...